Хвала Аллаху субханаху ата'аля, Господу миров, милостивому, милосердному, Царю Судного Дня. Кого же Всевышний Аллах субханаху ата'аля поведет прямым путем, то никто не сможет сбить его с прямого пути. Кого же Всевышний Аллах ведет за облуждение, то не найдете ему наставителя. Мире благословения последнему пророку и посланнику Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям и всем тем, кто последовали за ним до Судного Дня, о те, которые уверовали, бойтесь Аллаха должным образом и не покидайте этот мир иначе, как мусульманами. О те, которые уверовали. Всевышний Аллах субханаху ата'аля поведал нам об истине. Истина, которую знает каждый, верит в нее каждый, и верующий, и неверующий. Истину, которую человек часто видит воочию, но он часто забывает о ней. Истина, которая называется конец, слово, которое пугает и верующих, и неверующих. Конец твоим деяниям. Конец твоей жизни. Конец означает все. Нет больше шанса, нет больше возможностей, нет места оправдания. Это слово пугает каждого. И без сомнения, это смерть. Мы живем в мире, который полон забот, полон услад, полон различных утех и забав, которые заставляют нас настолько увлечься нашей жизнью, что порой, когда мы слышим об этом, об этой истине, наши сердца сжимаются и не желают это слышать в наши уши. Хочется сказать, расскажи нам о чем-нибудь хорошем, интересном. Но не хочется слышать о том, что завтра настанет твой конец. А ведь потому, что мы не готовы. Мы не готовы встретить эту истину. Истина называется смертью. Скажи, о Мухаммад, смерть, от которой вы убегаете, она все равно настигнет вас. Сколько бы мы не желали слышать об этом, как бы нам не было неприятно эта тема, но это истина. Ты ничего не изменишь. Абсолютно ничего. Ты не продлишь свою жизнь. И ты ее не ускоришь. Не ускоришь приход этой смерти. Но часто вспоминать ее, думать о ней, поможет тебе не заиграться в этом мире. Не заиграться настолько, что ты будешь считать себя вечно существующим. Заставить тебя всякий раз оставить то дурное деяние, которое ты желаешь совершить. И заставить тебя наконец-то совершить то благое деяние, которое ты вознамерился. И заставить тебя. Богу, Истина. 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 Каждая душа, абсолютная каждая душа, вкусит смерть. И вы все получите сполна в судный день. Все, что вы совершали из ваших поступков, вы все получите сполна. И поистине тот, кто спасется от огня в будущей жизни, то он настоящий победитель. То он победитель. Поистине, эта мирская жизнь – временное обольщение. Либо же обольщение временное. Вот те, которые уверовали. Посланник Аллаха, салли Аллаху, алейхи вассалям, сказал, часто вспоминайте разрушительницу наслаждений. Поистине, когда человека постигает трудность, мысли о ней вселяют ему радость. То есть, подбадривают его. Человек ощущает, что эти трудности не всегда. Когда-то они закончатся. А тот, который чересчур увлекся радостью, тот, который забылся в этом мире, впал в обольщение, то она тут же приведет его сердце в нужное место. Тут же она, то есть, эта мысль или вспоминание о смерти тут же сожмет его грудь. Утсмана, радья Аллаху ан, однажды, подойдя к могилам, он очень сильно заплакал. Настолько сильно, что промокла его вся борода. И его сподвижники, его приближенные, сказали ему, О, Утсмана, когда ты вспоминаешь рай или ад, ты так не плачешь. Почему же ты плачешь сейчас? Он говорит, я слышал, как посланник Аллаха саляллаху алейхи вассалям сказал, первая ночь пребывания в могиле, она основная. Если все, что после, то есть, первая ночь, которая в могиле, если она будет легкой, то все, что после этого, будет еще легче. Но если же первая ночь или первое пребывание в могиле будет сложным, трудным, то все, что после этого, будет хуже. И далее продолжает Усман и говорит, самое страшное из будущей жизни, что является тяжелым принятием его и устрашает, это всего лишь мысль о могиле, мысль о смерти. Это истина. Это истина, которую Аллах нам поведал и в Коране, и в Сунне. Истина, в которой не сомневается никто, даже неверующий, он знает, что он умрет. Для чего Аллах, субханаху та'аля, напоминает тебе, мусульмане? Что ты остановишься один день. Что один день ты умрешь. Для чего? Для того, чтобы ты не тратил свое время попросту. Чтобы ты не обольщался. И чтобы ты не думал, что я еще успею. Еще есть время. Либо Аллах меня простит. Нет. Вспоминание или всегда помнить о смерти делает твое сердце мягким. Твое сердце перестает быть черствым. Всего лишь остановитесь на секунду. Прошу вас, остановитесь всего лишь на секунду. Представь себе этот мир без тебя. Тебя в этом мире нет. И оказывается, твои дела так же двигаются, как и с тобой. Твои дети растут и без тебя, оказывается. Все, что ты делал, либо оно никому не нужно, и оно остается, либо же его кто-то продолжает. Отличие в чем? В том, что если ты впал в забвение. В том, что ты обольстился, и ты считал, что ты занят, и у тебя нет на Аллаха время. И ты считал, что если ты это дело не сделаешь, то никто его не сделает, то помни, что после тебя этот мир так же и будет существовать. Но тебя в этом мире уже не будет. И ты придешь к Аллаху ровно с тем, что ты приобрел в этом мире из благих деяний и из зла. Твое имущество, которое ты собирал, ты оставишь его здесь. Ты его собирал не для себя, оказывается, а для наследников. Ту одежду, те машины, те дома, которые ты покупал. Либо же строя. Ты не заберешь из этого ничего. Ты окажешься один в сырой яме, в которой будут только ты и твои деяния. Даже самая любящая жена, любящие дети, любящие родители, самая близкая для тебя мать. И то она тебя покинет. И то она с тобой не будет в могиле. Она оставит и уйдет тебя. И ты останешься один. И вот ты встретишь двух ангелов, которые усадят тебя. Сперва земля настолько жестко и сильно сожмет тебя, что твои ребра перевернутся. И тогда они придут двое и скажут. Кто твой Господь? Кому же ты поклонялся в этом мире? Кого ты считал великим в этом мире? Кого ты обожествил? Твоего Творца? Либо деньги, за которыми ты бежал. Либо имущество, которое ты приобретал. И если ты повиновался Аллаху в этом мире, ты скажешь, мой Господь Аллах. Они скажут, а кто твоя... Какая твоя религия? Если ислам был не просто на твоих устах. Если ты не просто говорил, я мусульманин. А если ты соблюдал предписание Аллаха в этом мире, совершал намаз, постился в месяц Рамаван, выплачивал закат и старался придерживаться ислама, то ты скажешь, моя религия – ислам. Они спросят тебя, кто тот, кто был послан к тебе? Если ты следовал за Мухаммадом, саллиллаху алейхи вассалям, в этом мире, если его сунна была для тебя образом жизни, если ты ему старался подражать во всем, следуя его сунне, в словах, в делах, в нравственности, то ты скажешь, мой посланник, этот человек, он Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. И все, что после этого, будет только радовать тебя. Но если ты будешь говорить, ах, ах, я только слышал, как говорят люди, и повторял за ними. Либо если в этом мире деньги стали твоими богами, имущество стало твоим божеством, если услада этого мира стала твоим богом, потому что ты ради этого оставил Аллаха, тогда ты не сможешь сказать, мой Господь Аллах. Если ты променял ислам на деньги, променял ислам на имущество, которое приобретал, на должность, на положение, ислам всего лишь стал для тебя неким титулом, тогда ты не сможешь сказать, моя религия – ислам. Ты скажешь, люди говорили, я повторял за ними. Если Мухаммад, салли Аллаху алейху вассалям, для тебя не был примером, и ты не знал его сунну, ты не следовал за ним, тогда ты не сможешь сказать, он мой посланник, или он посланник Аллаха. Ты ответишь так же, как ответят каждый неверующий, каждый лицемер. «Ах, ах, ах, я только слышал, как говорят люди, и повторял за ними». Это истина. Вот это истина, это правда, которую мы не желаем слышать. Посмотрите на похороны, как сегодня проходят, на погребения в могилу, когда перед ними истинно лежит их близкий человек, знакомый. Это его конец. Его закапывают в могилу, и люди сидят и обсуждают, кто что купил, кто что планирует сделать. Даже в этот момент у этого места мы не чувствуем страха. Мы полностью потеряли страх. И порой себя мы обольщаем тем, что у нас все хорошо. Наши сердца стали черствыми. Мы считаем, что когда мы покупаем машину, покупаем дом, получаем хорошую зарплату, мы чувствуем какую-то власть. Мы чувствуем, что мы сильные, и нас ничто не постигнет. На это обольщение, клянусь Аллахом. Это обольщение, клянусь Аллахом, ведь завтра эта машина останется, этот дом останется, все останется. И только ты сможешь забрать свои деяния. И поэтому Аллах говорит, И тот, кто спасется от огня, то он победитель. Победить в этом мире, это не победить бойца в UFC, это не повороть кого-то на матах, это не вырубить кого-то, как все любят этим хвастаться, это не заработать больше денег, чем твой компаньон, это не жениться на четверех женщин, это не иметь сотни детей, не эта победа. Твоя победа, когда ты пришел к Аллаху с деяниями, с благими деяниями, а в них может быть, да, твоя победа на пути Аллаха, твоя смерть с шахидом, твои четыре жены, которые ты был справедлив к ним, твои дети, которые ты дал правильное, хорошее воспитание. Это может быть все благим деянием. У нас весы перевернулись сегодня. Мы важное, главное забываем и обольщаемся незаметными вещами, временными вещами. К сожалению, ислам для нас стал неким прикрытием, неким каким-то одеянием, который мы одели на себя. А наши поступки, наши высказывания, они ровно показывают, что мы от ислама имеем всего лишь 0,01%. Один процент. К сожалению. Это к огромному сожалению. Мы можем говорить хадисы, приводить аяты по отношению к другим, не по отношению к себе. Ведь как будто бы они были неспосланы тебе, как судье, чтобы ты о каждом говорил и показывал в него тыкал. О, раби Аллаха! Один день это все остановится. Для каждого из нас. Как Аллах говорит, приблизился к людям их час. Но они находятся в беспечности. Это наша истина. Аллах нам через каждый аят говорит о расчете. А через каждый аят Аллах говорит нам о расчете. Мы живем так, как будто бы нас не ждет этот расчет. Мы посчитали, что будущая жизнь это что-то далекое. А ближняя жизнь, она вот настоящая. Как Аллах говорит о неверующих. Они видят ее далекой, а ты видишь ее близкой. Аллах, субханаху ате аля, даже пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, который был лучший из людей на земле, он ему напомнил, о Мухаммад, иннака мэйиту, ва иннам мэйиту. О Мухаммад, ты умрешь. И они умрут. Ни наши молитвы, ни наши закаты, ни наши благие деяния не продлят нам жизнь. Они всего лишь облегчат нам все, что после нее, после смерти. И поэтому не обольщайся своими благими деяниями. Не обольщайся своим богатством. Не обольщайся своим положением. Не обольщайся своим здоровьем. Не обольщайся своей молодостью. Не обольщайся своей красотой. Сделай для себя каждый день минуту. Не нужно много минут. В которой ты остановишься и представишь себя, как будто бы ты не в этом мире. Что ты его покинул. Что же будет с тобой? А что будет с ними? Очевидно. Что будет с твоими близкими? Очевидно. Они поделят твое имущество. Твоя супруга выйдет замуж. Твои дети вырастут, также женятся. И также проведут всю оставшуюся жизнь в заботах, в хлопотах. Это их новость, этого мира. Подумай о своих новостях. Что ждет тебя там? Вот те, которые веровали. Я прошу Аллаха субханаху ата'аля, чтобы он сделал Кур'ан с родом наших сердец. Я прошу Аллаха субханаху ата'аля, чтобы он дал нам барако в Кур'ане. Просите у Аллаха прощения и о том прощающей милосердии. Ахмдулиллахи Раббил Ааламин Ассалату Ассаламу Аля Ашрафил Анбия и Вальмурсалин What the said is, Набиняя Мухаммад о'аля а görüşе и сухихе и апitation и John Б発 запись Олагоди оставляйся , прощения Келля субхан issoфа Келля субхан tell etcetera «Келла лау та'аламуна айлма аль-якин ла тараунна аль-джахин ثумма ла тараунна айна аль-якин ثумма ла тусалунна яума изин анин-на-им Увлекла вас страсть к умножению Обольстились вы при умножении Это заняло ваши все мысли и ваше время Но это ровно продлится до тех пор, пока вы не посетите могилы Но вы узнаете Но нет, вы узнаете Узнаете истину Когда она придет к вам И это смерть Вы увидите воочию огонь Увидите воочию огонь Увидите истину и ощутите ее И вы будете спрошены О каждой усладе, которую вы получили О каждом благе, которое вы приобрели Вы будете спрошены Это реальность из суры Такасир Аллах субханаху ата'аля Сурь Такасир В нескольких аятах Показывает реалии нашей жизни Реалии наших сердец Реалии сегодня и реалии завтра Так пусть будет же этот Кур'ан Эти аяты Назиданием для нас Так пусть же они смягчат наши сердца Наши черствые сердца Так пусть же нас заставят эти аяты Пересмотреть свои деяния Свои поступки Свое отношение И не заставить нас больше Впадать в беспечность Ведь Аллах субханаху ата'аля Не шутит Я прошу Аллаха субханаху ата'аля Прощения для нас И для всех верующих Живых из них и мертвых Я прошу Аллаха субханаху ата'аля Очистить наши сердца И наши уста От лжи, лицемерия И многобожия Прощения для нас Продолжение следует...